Время новостей на Аисте. В студии Наталья Ветрова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще две территории на повестке. Глава региона Игорь Кобзев продолжает свою рабочую поездку. Он побывал в Казачинск-Калинском и Киринском районах. В первой территории губернатор смотрел в деревне Ключи модульный спортивный зал. В селе Казачинска Игорь Кобзев побывал в самой старой школе района. Она основана в 1897 году. В помещениях не было капитальных ремонтов, только текущие. Сейчас нужно определить, провести капитальный ремонт или построить новое здание. В поселке Магистральный посмотрели, как идет ремонт нескольких улиц и благоустройство общественных территорий. Что касается автомобильных дорог, в целом в Казачинск-Калинском районе Игорь Кобзев специально отправился в эту рабочую поездку на автомобиле, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находятся северные дороги. В территорию в ближайшее время в район будет командирован министр транспорта Максим Лобанов с командой дорожников. В Киринском районе глава региона провел встречу с жителями. Общение с населением длилось почти 4 часа. Обсудили состояние дорог, вопросы строительства и ремонта школ, строительство очистных сооружений, нехватку кадров здравоохранения, паромных перевозок, приведение в нормативное состояние аэродрома Киринская и ликвидацию ветровала вокруг города. Моя цель – это проехать именно от Иркутска до Киринска на автомобиле, чтобы понять, что сегодня говорится мне, что выровняли ситуацию, а где сегодня еще есть проблемы. И выявляя эти точки, начиная от Бендайского района, завершая Киринским районом, определять точки первоочередных мероприятий по восстановлению дорожной инфраструктуры. К другим темам. Тополиный пух в Иркутске в этом году везде и его очень много. Многие люди жалуются на аллергию из-за него. Но является ли пух аллергеном и какой повод для беспокойства еще может вызвать пух в сюжете Дарья Андреева и Константина Синицына. Пуховая метель над Иркутском. Фотографии и видео с летящим по городу тополиным пухом выкладывают в социальной сети иркутяне. Для некоторых это повод для радости, а для других – для недовольства. Мы решили узнать мнение иркутян на улицах областного центра. Наверное, лучше посадить было липы, дубы или березы. Мне кажется, так было бы гораздо грамотнее. А почему не нравятся тополя? Ну, тополя вообще слишком много мусора. Дворникам работа больше. Наверное, поэтому. У меня аллергия, и это постоянно нос чешется, чихание, нос заложен. А на ваш взгляд, есть какая-то альтернатива этим деревьям? Ну, деревья-то, против них лично ничего не имея, но можно было бы, например, ранней весной обрезать хотя бы какую-то часть веток, чтобы не было столько пуха. В прошлом году столько не было. Конечно, если их уберут, нужны какие-то другие деревья, чтобы зеленый фон города оставался. Но, опять же, говорю, что я с детства их помню. И мне будет жалко, если они совсем, например, исчезнут. Многие люди считают, что у них есть аллергия именно на тополиный пух. Но это не так, говорит Наталья Лузгина, аллерголог-иммунолог. По ее словам, повторяемость у человека симптомов аллергии в одно и то же время их усиливание может говорить об аллергии на пыльцу растений, которые актуальны для этого времени. Тополиный пух может переносить споры плесени, может переносить пыльцу. В третьей декаде июня, когда начинает лететь тополиный пух, актуально выделение пыльцы луговыми и злаковыми травами. Иногда, если симптомы слабо выражены, мы используем препараты, которые человек может принимать от времени к времени. Ну, то есть симптомы возникли, он принял таблетку, симптомов нет, он живет спокойно. Если симптомы беспокоят долго, ну, допустим, большую часть дней в неделю, или они мучительные, человек не может практически выйти на улицу, тогда мы подбираем ему уже другую терапию. А еще пух называют белым порохом. При его поджоге скорость распространения горения высока, рассказали в Главном управлении МЧС России по Иркутской области. Огонь может легко перекинуться на дома, машины и лес. Так, в период падения пуха значительно увеличивается количество выездов пожарных на ликвидацию возгораний, которые могут привести к более крупным техногенным пожарам. В Чите, по версии МВД по Забайкальскому краю, 12-летний школьник поджег пух. Огонь перешел на шесть машин, которые впоследствии сгорели. По факту происшествия идет проверка. На сегодняшний момент в Иркутской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Так, для физического лица штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей. То же самое касается за поджигание пуха. В случае, если ущерб от пожара превышает 250 тысяч рублей и является крупным, то уже предусмотрена уголовная ответственность за данное деяние. Тем временем в Иркутске круглосуточно убирают тополиный пух с улиц. Рабочие уже очистили участки Красноярской, Чехова, Аэрофлотской, Богдана Хмельницкого, Канадзавы, Советской, Ширямова и Култукской. Чтобы снизить количество пуха, в этом году учреждение организовало обрезку крон 4700 деревьев, в том числе и тополей. Основные мероприятия – это ручная уборка, соответственно, как здесь сейчас стоим на улице Депутатской проходит. Основное мероприятие также – это у нас механизированная уборка приладковой части, механизированная уборка тротуара. То есть в круглосуточном режиме у нас ходят подметально-уборочные машины, пумы, подметально-уборочные машины с прицепным устройством Сканди и отметаем полностью приладковую часть. В настоящее время это пик, можно так сказать, пик развития тополиного пуха. Буквально неделю, может быть, дней 10, я думаю, что, скорее всего, мы уже про это явление забудем и забудем про тополинный пух. Но, однако, работы будем продолжать, связанные с одненадлежащим содержанием деревьев, это, естественно, обрезка, крон деревьев, ну и подбор специального видового ассортимента растений, которые не пушат. Такие виды растений применяются в озеленении, как липа, вяз, ну, клёны и другие насаждения. Дарья Андреева, Константин Синицын. Новости сейчас. Депутаты Думы Иркутска инициируют расширение выезда из Иркутска в районе Кольца на улице Маршалоконева. Это необходимо для того, чтобы ликвидировать пробку. Она образуется из-за светофоров на трассе и сужения на выезде из Кольца. Вместо двух полос там одна. Сейчас специалисты завершают разработку проектной документации по реконструкции дороги Иркутск-Шелихов с 9 по 16 километров. В ее рамках как раз планируется и расширить выезд из Иркутска. Как сообщил заместитель директора дирекции автомобилей дорог Иркутской области, проект сложный и претерпевал изменения, которых не было изначально в техническом задании. Готовый документ подрядчик должен был отдать в марте 2024-го, но теперь готовую документацию передадут на государственную экспертизу в конце года. В 2025-м после получения положительного заключения специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Интенсивность движения на этом участке сейчас более 17 тысяч автомобилей в сутки. Российские врачи делают жизнь маленьких пациентов Ивана Матрёнинской больницы без боли и дискомфорта. В столице Приангария работают известные врачи-хирурги медицинских организаций Москвы и Санкт-Петербурга. Они оперируют детей с редкими врожденными патологиями кишечника и также провели конференцию в юбилейный год для детской клиники. В операционной работают мэтры детской хирургии из ведущих медицинских центров страны. В столице Приангария команда врачей второй день оперирует маленьких иркутян с редкой патологией. На операционном столе девочка возрастом чуть более двух месяцев с диагнозом порог прямой кишки. Хирурги устраняют эту аномалию для того, чтобы в дальнейшем пациент мог жить полноценной жизнью здорового человека. Медицина не стоит на месте. Сейчас врачи могут помочь детям, которые родились с такой патологией, чтобы они могли вести нормальную жизнь. Ходить в школу, работать, заниматься спортом и устраивать личную жизнь. Ранее таким пациентам во взрослой жизни такое серьезное заболевание не позволяло находиться в обществе. Нужно совершенно очевидно поставить правильный диагноз. Потому что если мы неправильно поставим тот вид отрези ануса, который есть у ребенка, неправильно будет сформирована операция. Неправильно будет проходить реабилитация. Поэтому три кита, на которых базируется лечение этих очень сложных детей, это диагностика, это вид операции и реабилитация. Кстати, с этим иркутские хирурги Ивана Матрюницкой детской больницы справляются успешно. И сейчас с появлением новейшего диагностического оборудования и с внедрением малоимназивных операций, о таких проблемах со здоровьем можно забыть еще на стадии младенчества. Произошли коренные изменения в технологиях, в хирургии, в подходах к лечению различных аномалий. Те пороки, которые мы раньше просто не могли представить себе, как лечить, сегодня все дети живут, социализируются, могут посещать детские возреждения. За работой детских хирургов в режиме реального времени внимательно наблюдают молодые врачи не только в оперблоке, но и в конференц-зале. Также по видеосвязи процесс операций транслируется сразу в нескольких десятках медицинских учреждений страны. Перенять опыт выдающихся специалистов коллапрактологии смогли врачи на втором выездном заседании Научного совета Российской ассоциации детских хирургов. Иркутск для проведения конференции выбран не случайно. За 30 лет работы отделения хирургии наши врачи создали центр, где проводят практически все виды хирургических операций. И сейчас их уровень работы оценивают все международные медицинские центры. В Иваново-Материнской больнице отделение хирургий новорожденных. Мы стараемся поддерживать этот уровень и оказывать помощь на высоком уровне в нашем регионе. После операции врачи выступили с докладами и обсудили особенности проведения хирургических вмешательств и влияние сопутствующих диагнозов на послеоперационный период у ребенка. И договорились, что проведение таких конференций на Иркутской земле станет доброй традицией. Виктор Амзайкин, Иван Прокудин. Новости сейчас. И теперь главное к этому часу. У детей-мигрантов начнут проверять знания русского языка. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть сегодня в Госдуме. Согласно документу, детей-иностранцев будут проверять на знания русского языка перед приемом в школу. В случае одобрения и принятия проекта изменения внесут в федеральный закон об образовании. Еще об одном нововведении заговорили в Госдуме. Депутат Евгений Федоров предлагает ввести в России налог на бездетность. Он назвал это формой общественных элементов. По его мнению, такая мера позволит улучшить демографию в стране. И добавил, что данный налог не штраф, а перераспределение денег. Тем временем, другие депутаты готовят законопроект, который может запретить идеологию чайлт-фри, отказ от рождения детей. Об этом сообщил замглавы Минюста Всеволод Вуколов. В России в ближайшее время может появиться гост на шаурму. Над новым национальным стандартом для популярного блюда сейчас совместно работает Роскачество и Федерация рестораторов и ательеров. Об этом известием рассказали в российской системе качества. Кроме того, там отметили, что до сих пор в России не было принятых технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, в том числе и готовой продукции. Специалисты утверждают, что создание ГОСТа обеспечит потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом. Норматив по допустимому диапазону колебаний уровня воды в Байкале необходимо расширять до 1 метра 40 сантиметров. По заказу Минприроды России на озере Байкал прошло масштабное научное исследование, которое может поставить точку в разногласиях между учеными, общественными организациями, экологами, представителями власти и бизнеса. Основной задачей исследований было определить влияние режимов работы Иркутской ГЭС на экосистему озера Байкал и социально-экономические последствия в Верхнем и Нижнем Дьефах Ангары, которые примыкают к гидротехническому сооружению. Выяснилось, что, например, наибольшее воздействие происходит во втором квартале года, в остальные периоды оно минимально. Целая группа институтов проводили исследования для определения оптимальных или рациональных границ, в которых был бы минимальный ущерб как в Верхнем, так и в Нижнем Дьефе, то есть это в Республике Бурятии при подтоплении или в Иркутской области после Иркутской ГЭС. На сегодня предложены обоснованные, научно утвержденные, научно связанные диапазон размером 1 метр 40 сантиметров. При этом надо признать, что и до строительства ГЭС, и после строительства ГЭС колебания в середине, если брать, были 85 сантиметров. Но мы говорим о метр 40 не потому, что мы хотим что-то улучшить или уменьшить, а мы говорим о том, что на самом деле это реальность. Разводиться скоро станет не по карману. Госпошлину за развод планируют увеличить в 8 раз, до 5000 рублей. Такую инициативу предложило Министерство финансов России. Повлияет ли нововведение в перспективе на сохранение браков, узнавала Дарья Пастушенко. Разводиться или нет? В момент семейного кризиса некоторые задаются этим вопросом. Согласно данным Росстата, в России за 2023 год зарегистрировали 946 тысяч браков. Правда, разводов больше половины. Почти 684. Статистика неутешительная. На 10 браков приходится 7 разводов. Ну а спасет ли госпошлина от развода? Мне кажется, нет. Если хотят развестись, на любом случае разведутся. Мне кажется, деньги никогда не остановят. Если отношения разрушились, с деньгами уже это не спасешь. Если люди не хотят жить вместе, их ничего не остановит. Скажите, а какие критерии, по вашему мнению, должен соблюдать каждый из супругов, чтобы сохранить семью по отношению друг к другу? Надо, наверное, работать над этим. Хотя, говорю, если вторая половина не хочет с вами жить, то вы не остановите ничем. Ни пошлиной, ни деньгами, ни штампом в паспорте. Так какова цена развода? За расторжение брака в скором времени, вероятнее всего, придется платить не 650 рублей, а 5000. А еще, говорят специалисты, кроме сохранения семьи, это поможет в борьбе с фиктивными браками и лжеразводами. Эта государственная пошлина уже много лет не менялась. Наверное, ее нужно было повышать. И люди, которые расторгают брак, ну вы совершили ошибку, за ошибки надо платить. Поэтому, ну что ж, придется платить за это дело. Ведь мы говорим сегодня о том, что повышается государственная пошлина за расторжение брака. Но ведь никто не говорит о том, что как была регистрация рождения ребенка бесплатной, так она и есть. Утрата близкого человека, мы регистрируем смерть бесплатно. Никто с людей денег, ЗАГС, государство денег с людей не берет. Психолог говорит, прежде чем связать свою жизнь с человеком, нужна консультация юриста. Эйфория затмевает реальность, а нужно быть готовым ко всему. Идеальный возраст для вступления в брак – 25 лет и более. В этот период личность уже полностью сформирована, и человек может принимать решение взвешенно. А причина разводов стандартная – отсутствие честного диалога. Некоторые люди не умеют решать конфликты конструктивно. Когда каждый у нас эгоцентрично сосредоточен на своем «я» и обижается из-за того, что его потребности в браке не удовлетворены, отсюда и получаются опять же конфликт, претензии, обиды, ссоры и так далее. Поэтому, когда вы делаете для других людей, это будет наиболее оптимальным. Муж делает для жены, жена делает для мужа, и вместе они что-то делают для детей. Будущее семьи зависит от двух людей. Такого убеждения придерживается и церковь. Священнослужители говорят, если вы выбрали человека, значит, вы единое целое до самого конца. Всякий союз священный, и это должен помнить каждый человек. Возникают те события, когда развод необходим с точки зрения сохранения, например, здоровья человека, если муж пьет жену или еще что-то такое, мы не говорим об этом. Но, к сожалению, большинство разводов в современности – это причины очень легкие, которые можно, конечно, легко преодолеть и избежать при желании. Было бы вот это желание, дай бог. Все наши сегодняшние эксперты сходятся в одном. Людям важно научиться говорить, слышать и понимать друг друга. Но самое важное – сделать выбор осознанно, ведь именно он определит вашу судьбу. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин. Новости сейчас. Как получить не только новое образование, но и найти работу. Сегодня такую консультацию смогли получить участники СВО и члены их семейной всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Подробнее в нашем материале. Только за несколько часов работы ярмарки по теме переподготовки в отделе фонда «Защитники Отечества» консультацию получили десятки ветеранов. Обращаются к специалистам с разными вопросами. Обращаются с вопросами по трудоустройству, по образованию. Кто-то там мечтал быть кинологом, кто-то мечтал быть пожарником. И вот мы ориентируем, куда им обратиться. Вот они могут пойти поучиться на эту профессию, либо пойти работать по этой профессии, если, например, у них уже есть такое образование. На площадке СИБЭКСПО-центра потенциальные работодатели представили сотни вакансий. От сборщика мебеля до руководителя подразделений крупнейших компаний региона. Павел Кравцов несколько месяцев как вернулся из зоны спецоперации. И сейчас он решил осуществить свою мечту – получить высшее образование. Специалисты ему не только пошагово объяснили, как это сделать, но и приняли от Павла заявление. Для его сопровождения от вступительных экзаменов до зачисления в ВУЗ. Ветеран, в свою очередь, задал вопросы представителям фонда для своих однокашников, которые не смогли приехать на ярмарку вакансий. Но информацию получить очень хотели. Многие знакомые, просто в силу каких-то обстоятельств, кто-то на работе, по семейным, какие-то проблемы, сюда не смогли прийти. И по большей части я выступаю передающим звеном. То есть очень много информации получено для этих ребят. Разумеется, в ближайшее время я до них доведу, потому что действительно фонд, ту работу, которую выполняет, но это колоссальные объемы. То есть действительно получаешь грамотную консультацию, хорошую консультацию, полезную консультацию. Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России в 2023 году. Филиалы есть в 89 регионах страны. Его главное направление – адресное сопровождение ветеранов СВО и их родственников. Любой ветеран, вернувшийся из зоны специальной военной операции, также члены семей наших бойцов и члены семей погибших нуждаются во внимании, в уважении. Мы понимаем, что меняются наши потребности, жизнь идет, развиваемся и предлагаем как раз нашим ветеранам и членам семей попробовать себя, может быть, на других специальностях, как-то переквалифицироваться для того, чтобы просто человек мог себя реализовать. Возможности обучения и переобучения в учебных заведениях региона, как повысить свою квалификацию и устроиться на работу, получить юридическое сопровождение и многое другое. Ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить не только в рамках ярмарки, но и ежедневно в рабочие дни в фонде «Защитники Отечества». Виктор Амзакин, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Виктор Амзакин, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Услугами приюта пользуются разные организации – библиотеки, университеты, школы и многие другие. Посетителей принимают круглосуточно в любую погоду. Даже в 40-градусные морозы есть люди, которых тянет к знаниям. Несмотря на все это, мысль о расширении все же появилась. И это не спонтанное желание, а скорее необходимость. Скоро на этом месте появится первое теплое помещение. Благодаря ему проводить время с комфортом здесь можно будет в любую погоду. Особенно речь идет о суровых сибирских морозах. Тут будут согреваться волонтеры и гости книжного приюта. Раньше на этом месте стоял контейнер. Чтобы его убрать, пришлось заказывать кран. Тяжелый груз переносили через деревья. Но это только начало работы. Из-за большого веса книг, которые будут там находиться, а это почти 9 тысяч тонн, подойти к стройке нужно ответственно. Теплое помещение у нас планируется в строительстве именно из клееного бруса. Потому что это на сегодняшний день по рекомендациям, по тому, как мы советовались с специалистами, проектировщиками. Говорят, что это материал, который нам по всем характеристикам подходит. У него хорошая нагрузка, он может держать. И за счет той толщины стен, которую мы сможем сделать, она будет энергоэффективной. Главная задача на ближайшее будущее – собрать деньги на теплое помещение. Евгений ведет переговоры со спонсорами. Кстати, на фасад теплушки прикрепят таблички, посвященные организациям, оказавшим помощь. Если вы хотите внести свой вклад в развитие культурного уголка Иркутска, можете отправить любую сумму на номер, указанный на экране. В сообщениях укажите «Теплушка». Элина Собенникова, Артур Ощупкин. Новости сейчас. Фестивали Дня молодежи пройдут завтра во всей России. 29 июня более чем в 35 регионах страны россияне отметят праздник молодости и возможностей. В этом году девиз торжества «Объединяем Россию». А главные темы – год семьи и молодежь объединяет города, регионы, страну. Иркутский праздник пройдет в региональном доме молодежи и на площади Конституции. Жители и гостей города ждут тематические площадки. Также организаторы представят интерактивную зону вместе с форумом «Байкал». Все участники праздника смогут поучаствовать в мастер-классах и открыть для себя новые направления деятельности. А ближе к вечеру состоится «Диджей Баттл». И я напоминаю, что вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте. А ств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях подписывайтесь. Ну а у меня на этом все новости пятницы. Берегите себя и до встречи на АСТВить. Мы работаем для вас. АПТОМОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...